А в Южной Корее у гражданина Казахстана обнаружен коронавирус. Это уже второй случай инфицирования COVID-19 среди казахстанцев в этом месяце. Подробности готов рассказать наш корреспондент Владислав Цой. Он прямо из Южной Кореи выходит с нами на прямую связь. Владислав, добрый день. Вы в эфире. Скажите, что известно об инфицированном казахстанце? Добрый день, Алмаз. О втором случае заражения COVID-19 среди казахстанцев в Южной Корее стало известно сегодня утром. По данным управления здравоохранения района Янсу, города Инчон, наш гражданин прибыл в Корею 15 июня в 9 часов 33 минуты рейсом из Алматы. На следующий день, 16 июня, он сдал тест на коронавирус. И сегодня в 5 часов утра медики сообщили, что результат теста оказался положительным. Пациент 1997 года рождения, мужчина. Сейчас он находится в больнице города Инчон. Член семьи, который приехал вместе с ним, также сдал анализ. К счастью, COVID-19 у него не обнаружен. Вы говорите, инфицированный проживал в районе Янсу, города Инчон. Я, насколько помню, первый инфицированный жил в том же районе. Между этими двумя случаями есть какая-то взаимосвязь? Алмаз, взаимосвязи нет, так как они прилетели в Корею в разное время. Но отмечу, что сейчас я нахожусь в городе Инчон. И в районе Юнсу проживает много русскоязычных жителей. По словам сотрудника управления здравоохранения, у казахстанца нет симптомов коронавируса. Из аэропорта домой он приехал на такси. Добавлю, что все прибывающие в Республику Корея должны сдать тест на COVID-19. И находиться на самоизоляции в течение двух недель. Поэтому все пассажиры, которые прилетели, сейчас находятся на домашнем карантине. У меня пока вся информация к этому часу. Алмаз. Будем ждать от вас других новостей. Владислав Цой из Южной Кореи выходил с нами на прямую связь. Продолжение следует...